Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава книги притчей «Глупость и мудрость, ложь и правда, праведность и нечестие». И я читаю ее для библейского портала «Экзегет» в переводе «Российского библейского общества». Вот эти понятия, которые я назвал, переплетаются иногда довольно неожиданным образом. И помните, в начале книги были две женщины «Мудрость и глупость». Или, может быть, даже не столько глупость, сколько вот такая развратница, которая молодых парней совращает. Но потом появляется такая царица-глупость, которая всех зовет к себе. Вот здесь возвращается эта тема женской мудрости и глупости. Но здесь уже конкретно про человека, а не про такой собирательный образ. «Мудрая женщина возводит дом, а женщина глупая сама его рушит». То есть даже не сказано, что она там нечестивая или какая-то. А вот своими руками разрушает свое счастье. И вдруг смена тема. Кто боится Господа, ступает прямо, а кто его презирает, петляет. Вот этот страх Господень, боязнь Господа, тема, которая постоянно в этой книге обсуждается. Как это? А это когда человек ступает прямо, когда вот он идет по определенному пути. «Болтовня гордеца – это плеть для него, а речь мудрецов – защита для них». То есть гордеца его собственная болтовня накажет, как плеть, да? Он наболтает там не весь чего, потом ему не поздоровится. А речь мудрецов, они строят вокруг них защиту, да? Они позволяют им себя защитить. «Нет валов и пустые закрома, а при могучих быках урожай обилен». Понятно, да? То есть нужен домашний скот. Чтобы заняться сельским хозяйством, нужно вложиться. Такие вот прям банальности иногда наш автор говорит. Можно это, конечно, как-то переосмыслять, думать, что, ну, наверное, имеется в виду вот там, я не знаю, какие-то силы, может быть, духовные силы. Да нет, просто вот житейская мудрость, в конце концов, люди должны понимать, как устроена их жизнь вот на самом простом уровне. И этот уровень тоже здесь присутствует. И тут же, наоборот, высоко верный свидетель не обманет, а нечестивый свидетель дышит ложью. Дышит, то есть он буквально как бы без нее уже не может, он его выдыхает. Не то, что он там мучительно подбирает слова, он просто вот сам по себе так живет. Ищет наглец мудрости, да не сыщет, а разумному легко дается знание. Наглец, я бы сказал, глупец не сыщет мудрости. Почему наглец? А потому что такой способ к ней приступить. Ну, что там, ну, сейчас все я выучу, сейчас я буду самый умный. Вот это так не работает. Держись подальше от глупца, умных слов от него не дождешься. Логично. Мудрость прозорливого в понимании своего пути, а неразумия глупцов в их обманах. Такая гораздо менее очевидная мысль. Вот только что был такой трюизм, банальность, а тут вдруг непонятно. Мудрость прозорливого в понимании своего пути. Вот человек, который видит свой собственный путь, он понимает, чем он занимается, для чего, куда он идет, чего он хочет. Это мудрый и прозорливый человек, то есть он может каким-то образом предвидеть свое будущее, прогнозировать его. Неразумие глупцов в их обманах. А глупцы все время чего-то такое вот изображают, обманывают, фантазируют. И в результате они слепы, они в этой своей глупости живут в мире собственных фантазий. И более того, интересно. Глупцы смеются над искупительными жертвами, но благоволение Господне с честными. Казалось бы, совершенно непарный стих. Смеются над искупительными жертвами. То есть в ситуации, когда им надо бы принести жертвоприношение, выразить свое раскаяние и спросить прощения у Бога. Им это все смешно. Но честный человек, который, вероятно, это делает, он получает благоволение Господне. Такой вдруг минор. Только сердце человека знает его печали, и радости его другим не разделить. Вот мы не знаем до конца, что чувствует другое. Про себя-то не всегда. И вдруг отсюда снова банальность. Дома нечестивых разрушения, шатру честных процветания. Такой лозунг, знаете, да, миру мир. Вот хотелось бы, чтобы было так, такое горячее пожелание автора. Иной пути кажется прямым, но в конце концов приводит к смерти. Вот такая тема важная для притчи, она нечасто появляется, но все время присутствует. Не торопись судить. Как бедняк может притвориться богачом, а богач бедняком, было это недавно. Так и путь может притвориться прямым, но оказаться смертельным. Бывает, среди веселья опечалится сердце, и за радостью настанет печаль. Вот. Все переменчиво, все относительно. Человек хрупок, человек вот не что-то такое, что стоит, как скала. К чему шел порочный, то он и получит. А хорошему человеку воздастся за труды. Вот порочный идет к своему концу, к своей гибели. Легковерный всякому слову доверится, а смотрительный перед каждым шагом подумает. Логично, да, это одна из основных тем. Вот не торопись доверять человеку, ты не знаешь, что там на самом деле. Мудрый страшится и чурается зла, зато глупец буянит, ничего не боится. Смотрите, мудрый не просто не делает зла, потому что он не хочет, а вот он прямо его страшится. Сделать зло для него – это что-то такое, ну, как вот там, не знаю, волку впасть в свою руку положить. Да, это вот что-то немыслимое абсолютно. А глупец буянит, ничего не боится. То есть отсутствие страха – это, кстати, есть такое психическое заболевание. Человек не чувствует опасности, поэтому может очень легко себе причинить серьезный вред. Вот это как раз признак глупости. И в этом отсутствии страха, но страха Господнего, страха перед Богом, как раз опасность для самого человека. Он не понимает, как он на себя навлекает гибель. Например, кто скор на гнев, натворит глупости, и кто коварен, того возненавидит. Гнев – это такое чувство, да, казалось бы, мы не властны его сдержать, но скорый на гнев человек, который спешит действовать под его воздействием. Удел простаков – глупость, венец проницательных знаний. Венец, то есть то, чем они украшаются. Злодеи склонятся перед добрыми людьми, и нечестивцы перед воротами праведника. Опять такое пожелание, как бы это было в идеальном мире. И тут же совершенно на другую тему. Вот иногда прямо они спорят друг с другом стихи. Бедняком даже сосед гнушается, зато богача любят многие. Смотрите, а бедняк, он праведник или нечестивец, мы не знаем. Просто бедняк, ну он такой вот грязный, неприятный, денег просит, зачем он нам нужен. А богач, он такой красивый, хороший, надо с ним подружиться, может что-нибудь перепадет. И тут же ответ на это – кто презирает соседа, грешит, но блажен, кто заботится о несчастных. Такой прямо ответ. Бедняком даже сосед гнушается, но кто презирает соседа, грешит. Смотрите, здесь прямо такая разноголосица, они как будто спорят друг с другом эти разные изречения, притчи. И некий вывод – кто замышляет зло, собьется с пути. Вера и правда с тем, кто творит добро. Вот вывод. Богатство и бедность относительно переменчивы, иногда мнимы, как мы уже читали, притворяются богатой бедняком, а бедняк – богачом. А вот добро, вера, правда – такие категории постоянные. От упорных трудов всегда прибыток. От пустословия лишь нужда. Вот хорошее тоже такое бытовое изречение. Венец мудрецов – их богатство. Украшение глупцов – их дурь. Мудрецы обретают богатство, это их венчает. К сожалению, не всегда, но бывает. А глупцы только свои дурью, вот тем, что они на показ выставляют, украшаются. Верный свидетель спасает в жизни, а коварный дышит ложью. Вероятно, губит, но даже не то, что он специально губит в жизни, он просто не может без лжи. Из него она прямо фонтаном бьет. Слово скажет – солжет. Страх Господень – надежная защита, прибежащая тебе и твоим детям. Вот такая ответственность за детей, тоже постоянная тема. Отец здесь, прежде всего, отец, хотя и мать иногда появляется, наставляет сына. И вот то, что человек это делает, тоже проявление страха Господнего в нем – это тоже его некое действие по защите, но не только его наставление, сама его жизнь в этом страхе Господнем – это и есть защита для его потомства. Страх Господний – источник жизни, он сберегает от сетей смерти. У нас уже это было. И вот это такая категория, о которой нам автор постоянно напоминает. И тут вдруг про общественную жизнь. Царь велик, когда подданных много, а редеет народ, погибает владыка. Демографическая проблема, да, если население сокращается, какое тут национальное величие. Как это связано? А вот смотрите, это касается и личной жизни, страх Господний, и жизни общественной, наверное, насколько много народу, насколько благополучен царь, тоже зависит от праведности или, наоборот, греха. «Кто нескор на гнев, тот разумен, а кто вспыльчив, выказывает дурь». Очень хорошо после изречения о царе это стоит, да, то есть, как бы напрямую сказать, «Государь, вот не гневайся на нас невежливо». Про царя сказали, царя внимание привлекли, кто нескор на гнев, тот разумен. Вот как раз к царю относятся в первую очередь, потому что у него много возможностей быть скорым на гнев. И тогда его подданные будут кто разбегаться, кто и погибать. «Кто вспыльчив, выказывает дурь». Да, вот мудрость и глупость – это постоянная, основная, по сути дела, тема притчи, что это не просто уровень интеллекта, это способ ощущать себя, действовать, жить в этом мире. «Сердце спокойно, тело здорово, а зависть и ревность, что гниль для костей». Вот психоэмоциональное состояние, оно влияет на физическое здоровье, телесное здоровье. «Кто притесняет бедняков, тот оскорбляет их творца». Какая смелая заявка. Настолько, что вот было, что бедняком даже сосед внушается, и снова эта тема. Да, людям свойственно так себя вести, но это оскорбляет их творца, потому что один творец сохранил и сотворил и бедного, и богатого. Тот оскорбляет их творца, но кто заботится о нищих, прославляет его. Благотворительность, помощь слабым – это не просто по доброте душевной человек делится чем-то, хороший такой человек, но это способ прославить творца, сказать, «Да, я знаю, что я твое творение, и он тоже твое творение». «Зло нечестивцев на них же и падет, а праведник и защитит его непорочность». Такой рефрен постоянно, вот это злому будет плохо, хорошему будет хорошо. Ну да, 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 мы видим и оговорки, что это не всегда так, прямо в самой книге. «Премудрость живет в разумном сердце, и среди глупцов она заметна». Можно понять по-разному, что… Ну и глупец иногда что-нибудь мудрое скажет. А можно понять так, что глупцы вот особенно хорошо оттеняют премудрость своей глупости. Да, вот когда кругом одни идиоты, появляется наконец мудрец, то он прямо выделяется очень резко из этой толпы. Вот не знаю, как лучше понять, но смысл ясен, что даже глупцы вот при всем этом неприятном отношении к ним, очень резко неприятном, они не то чтобы полностью непричастны мудрости, просто вот нет их у нее, но может быть и на них она как-то воздействует. Праведностью велик народ, а грех подтачивает его. Вот у нас было царь велик, когда подданных много. А где, где взять источник вот этого демографического роста, да? Для многих стран сегодня актуально. Как увеличить народ и население? Праведностью велик народ, а грех подтачивает его. И опять про царя, мы же про общественность уже говорим. Царь благоволит разумному рабу и гневается на того, чьи дела постыдны. А это тоже такая вот, ну, как бы эта формулировка, как оно на самом деле, но это наставление царю, это для царя такая задача. Ты хочешь, чтобы народ был велик, благоволи разумному рабу и гневайся на тех, кто поступает постыдно. И тогда все будет удаваться. Вот Соломон у нас все-таки такой автор этих изречений, но гипотетически мы не знаем про каждый из них. И вместе с тем вот это такая школа юного царя, да? Вот он наставляет своего преемника, может быть, или это вообще такой образ Соломон, как образ идеального царя, на которого надо равняться другим правителям, вообще всем тем, кто хочет устроить жизнь в обществе справедливо, разумно, правильно для того, чтобы все было хорошо. И вот, в частности, своим отношением к своим подданным, да, то есть награждать добродетели, наказывать порог. 14 глава на этом завершилась.